Традиционно 2 августа территория 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады становится местом встречи большого количества друзей. Сюда из разных уголков страны приезжают те, кто гордо носил и носит голубой берет. Особое десантное братство с годами только крепнет. Много здесь было и гостей, ведь всегда военнослужащие стараются чем-то удивить. Тех, кто пришел разделить праздник вместе с ними. Я очень горжусь тем, что я в роли командира бригады отмечаю этот замечательный праздник. Вы посмотрите, сколько людей, сколько детишек. Людям это надо, людям это интересно. Ну и вообще это идет на военно-патриотическое воспитание молодежи, чтобы дети видели, чем надо заниматься, росли. По традиции в адрес виновников торжества поздравление от руководства сил специальных операций представителей областной городской вертикали власти. Самым активным и целеустремленным были вручены награды за достойную службу. Уже не один год бригада достигает больших успехов в военной подготовке. Активно участвует в общественной жизни города, региона и страны. Мы покажем, что за этот год изменилось в силах специальных операций, что новое мы получили, какая новая экипировка, форма. Ну и по отдельным эпизодам будет можно увидеть, как меняется солдат, на какие направленные действия мы их обучаем. И программа эта проходит тщательную шлифовку, в зависимости от задач, которые ставятся перед военнослужащими. Главная цель подготовить такие кадры, которые бы могли выполнять любые задачи в любых условиях. Их не пугает ни огонь, ни тяжелые бетонные блоки. Их возможности, по сути, на пределе человеческих. Параллельно со взрослыми десантниками на плацу показали свои успехи воспитанники Белорусской Федерации Кокусинка и Будо Карате. Будущая достойная смена сегодняшним кадрам. Таким же насыщенным, как показательная программа, будет и продолжение этого года для 38-й бригады. Уже через несколько недель соединение будет принимать международные армейские игры. Кроме того, запланированы и другие важные мероприятия. Опять в этом году мы принимаем два конкурса армейских игр. Будет проходить здесь же на Брестском полигоне и конкурс «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». На сегодняшний момент на «Снайперский рубеж» заявлено пока 18 команд, на «Полярную звезду» 5 команд. Но здесь каждый день оно меняется. Я говорю, пока. Вот на сегодняшний день то, что есть. Помимо этого, исключением будет то, что здесь же у нас будет открытие третьего конкурса. Это конкурс связистов, уверенный прием. Для того, чтобы по всей Белоруссии не проводить отдельно, их привезут сюда и мы здесь будем проводить. У них там заявлено 8 команд, которые также здесь с нами будут участвовать в этих мероприятиях открытия.